Моё самое любимое пирожное эклеры, я готовила их с разными начинками, со сметанным кремом готовлю впервые, сразу скажу, что крем очень понравился, берите на заметку рецепт. Если вы еще ни разу не готовили эклеры со сметанным кремом, то от души советую это сделать, получается очень вкусно. Крем отлично держит форму и может быть использован для любых тортов и пирожных, приготовить десерт очень просто, если точно следовать рекомендациям указанным в пошаговом рецепте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Сначала займитесь приготовлением крема, для этого выложите в сотейник 1 яйцо, 120 грамм сахара и сметану, все хорошо перемешайте. Добавьте в сотейник 3 столовые ложки муки с горкой, ванильный сахар, еще раз перемешайте. Поставьте смесь на водяную баню, чтобы дно сотейника не касалось кипятка, нагревайте до загустения при постоянном помешивании. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Загустевшую основу для крема снимите с огня. Накройте пищевой пленкой в контакт, поставьте в холодильник для охлаждения, достаньте сливочное масло, 130 грамм, для того, чтобы оно стало мягким. Мягкое сливочное масло взбейте до побеления и пышности. Добавляйте к взбитому сливочному маслу по 1 столовой ложке остывшей заварной основы для крема, взбивайте каждый раз вместе с маслом. Готовый крем должен быть пышным и однородным. Протрите малину через сито для того, чтобы максимально избавиться от семечек и получить малиновый сок. Добавьте малиновый сок в крем, еще раз взбейте до однородности. Для приготовления теста влейте в сотейник воду и молоко, добавьте соль, 1 щепотку, и сахар, 1 чайной ложки, нагрейте. Добавьте 100 грамм сливочного масла, чтобы оно полностью растаяло. Всыпьте одним разом всю муку и хорошо перемешайте. Еще немного подержите сотейник на огне при помешивании, чтобы тесто стало отставать от стенок сотейника и собиралось в комок. Немного охладите тесто и вбейте по одному все яйца, интенсивно вмешивая каждое яйцо, чтобы они не свернулись. Готовое тесто должно быть гладким и однородным. Переложивайте тесто в кондитерский мешок и отсадите на лист для выпечки широкими полосками, длиной примерно по 13 см, хвостики теста, которые образуются при отсадке, пригладьте влажным пальцем. Выпекайте эклеры в духовке при температуре 190 градусов 30-35 минут и еще 10 минут при температуре 160 градусов. Готовые эклеры сразу не вынимайте из духовки, дайте им слегка остыть с приоткрытой дверцей, чтобы они не опали. Чтобы начинить эклеры кремом, сделайте снизу по три отверстия. Можно использовать для этого кончик ножа или насадку для крема, можно просто сделать надрезы и начинить кремом через них. Шоколад поломайте на кусочки, влейте 2 столовые ложки молока и растопите короткими импульсами по 15 секунд в микроволновой печи, смешайте до однородности шоколадную массу. Нанесите шоколад на эклеры с помощью кулинарной кисти или просто окуная их в шоколадную массу. Пока шоколад не схватился, выложите на него несколько ягод малины, можно украсить листочками мяты, получились просто восхитительные пирожные. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Яйцо, со, 5 штук, 4 яйца, в тесто, 1 яйцо, в крем. Мука пшеничная, 225 грамм, 150 грамм, в тесто, 3 столовые ложки с горкой, в крем. Масло сливочное, 230 грамм, 100 грамм, в тесто, 130 грамм, в крем. Вода, 125 грамм. Молоко, 125 грамм. Сахар, 135 грамм, 1 чайной ложки, в тесто, 120 грамм, в крем. Соль, 1 щепотка, пакетик ванильного сахара, 1 штука, в крем. Малина свежая, 1 стакан, по желанию. Шоколад, 90 грамм, для глазури. Сметана, 350 грамм, 30% жирности. Количество порций, 1-2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok